Следующее свойство, которое у нас относится к оформлению текста, это свойство TextDecoration. Вот так оно пишется, TextDecoration. Для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы мы могли сделать текст, например, подчеркнутым. На данный момент у нас вот ссылки подчеркнутые, да, но бывает необходимость, чтобы сделать какой-то текст подчеркнутым. При том, чтобы он не был ссылкой, просто подчеркнутый текст, да. Больше того, мы можем подчеркнуть текст не только по низу, мы можем подчеркнуть его поверху, то есть надчеркнуть, можем сказать, да. И также мы можем текст перечеркнуть, также за счет CSS-свойства TextDecoration, просто меняя значение свойств. И плюс ко всему, это свойство часто используется для работы с ссылками, потому что, смотрите, наш браузер, он имеет встроенный стиль, который изначально показывает ссылки подчеркнутыми, да, но это бывает далеко не всегда. Как мы в будущем убедимся, есть дизайны, дизайны сайтов, да, которые используют ссылки без подчеркиваний. И зачастую ссылки в навигации даже бывают без подчеркивания, поэтому нам нужно уметь убирать это подчеркивание, и это делается как раз-таки с помощью свойства TextDecoration. Для начала давайте научимся подчеркивать текст. Я предлагаю подчеркнуть вот этот же текст, который мы делали жирным. Для этого мы использовали там класс NewTree. Так мы вот в этот же класс просто сейчас допишем свойство TextDecoration и заставим браузер подчеркнуть данный участок текста. TextDecoration, двоеточие. И чтобы подчеркнуть, мы должны написать значение Underline. Under с английского переводится как под, линия – это Line, да, то есть линия под текстом, Underline. Сохраняем, проверяем. Вот у нас появилась линия под текстом, причем это никакая не ссылка, это просто подчеркнутый текст. Если нам нужна линия над текстом, мы меняем приставку Under на приставку Over. Over с английского – это над. То есть линия над текстом. И если нам нужен перечеркнутый текст, мы меняем значение на LineThrough. То есть линия через. LineLineThrough через. Вот таким образом. Обновляем. Вот мы видим линию, перечеркивающую наш текст. Она достаточно часто тоже используется, когда нужно применить какое-то отрицание или просто вот зачеркнуть текст. Это оно и есть. И последнее, о чем я хотел здесь рассказать, это как избавиться от линии, подчеркивающей ссылку. Для этого есть еще одно значение у данного свойства. Non, то есть нет. TextDecoration – Non мы можем прописать. И давайте попробуем убрать у всех ссылок с нашей страницы линию, подчеркивающую эту ссылку. Мы пишем Selector, в данном случае это будет тег A, то есть все ссылки со страницы подпадают под это правило. И пишем TextDecoration – Non. Нет. То есть подчеркивания у них быть не должно никакого. Обновляем. И мы видим, что ссылки потеряли свое подчеркивание. Вот таким образом это работает. И запомните данное свойство. Когда нужна линия под Underline, линия над Overline, перечеркивание LineThrough, когда вообще не нужно никакого декорирования, тогда Non. И еще один момент перед тем, как закончить данный урок. Я думаю, у вас уже в голове начинают появляться такие мысли, как же это все можно запомнить. То есть у нас в каждом уроке появляются новые свойства. Причем у каждого свойства обычно несколько значений. И желательно их все-таки помнить. Но память не резиновая. И когда идет слишком много сразу информации разнородной, она не особо хорошо усваивается. Так вот, ничего страшного в этом нет. Даже если вы сейчас не можете все запомнить, в этом абсолютно ничего плохого нет. Сейчас основная задача ваша в чем состоит. Вы должны просто смотреть, что можно делать с помощью CSS, тренироваться по возможности по окончании урока, пробовать те свойства, которые я даю в этом уроке к другим элементам. То есть мы сделали, например, жирным вот эту часть, да? Вы после урока попробуете сделать то же самое для вот этого абзаца или для вот этого заголовка, например, да? То есть пытаетесь по возможности все-таки применять эти свойства самостоятельно. Пытаетесь больше писать самостоятельно этих свойств. Плюс ко всему было бы неплохо, если вы заведете тетрадку отдельную и будете записывать все важные свойства в отдельную тетрадку. Это еще больше даст результат, потому что все-таки конспектирование, оно очень помогает. Но еще расскажу, здесь пока не надо ставить себе цель зазубрить это все, потому что у нас еще впереди долгий путь. Мы будем много практиковаться и на практике вот эти все свойства, они запоминаются намного лучше. На этом здесь все. Жду вас в следующем уроке.